привет меня зовут маша мой канал от скуки он про вязание но к сожалению сейчас такая обстановка что просто говорить о вязании трудно но тем не менее как я сказала выпустив прошлый влог до девочкам которые в комментарии меня очень много кстати поблагодарили за то что я выпустила влог потому что очень хочется отвлечься от всего происходящего от каких-то очень страшно и сложно оставаться наедине с собой и можно просить бесконечно прощение у себя и у других но вопрос том что другие нас могут простить а мы сами то себя простим я вот что-то в этом сомневаюсь если честно поэтому если кто-то не хочет этого смотреть да сейчас будет там буквально две минуты небольшое отступление от темы вязания то хватаем коду перейдите дальше будет влог исключительно по теме вязания а я хочу обратиться ко всем девчонкам да кто подписан не подписан мне вчера написала лена одна из моих подписчицы я очень благодарна я считаю это классная очень идея я очень благодарна она не хочет сидеть на месте она сказала что она написала столько комментариев что ее даже заблокировали на некоторых каналах но тем не менее ее идея мне очень понравилась у нас очень много подписчиков очень много классных блогеров которых я безумно люблю это и сандра байпайк это юля калейдоскоп пряжи это очень все любят я думаю многие знают и нашу свету коломеец я тоже по ее роликам очень много училась да именно у нее я научилась делать росток и по ее ролику я научилась закрывать итальянские итальянским закрытием в общем у нас очень много классных девочек блогеров из украины единственное чем их можем сейчас поддержать это во первых словом да но я думаю сейчас никакие слова и мне помогут единственно лена на лена на предложение это смотреть но он стопом их ролики потому что youtube money монетизирует то есть спустя какой-то период времени девчонки за все это дело получат денежку а им это сейчас очень нужно потому что вы сами видите что происходит бомбят бомбят просто беспощадно и страдают мирные жители дома города все страдает не хочу оправдывать никого не хочу никого защищать не хочу ни на чью сторону становиться я просто хочу чтобы мы помогли девочкам даже если дай бог чтобы у девочек все было хорошо и они получат эти денежки я думаю не найдут кому помочь я думаю среди их родных близких их горожан есть люди которым очень нужна помощь поэтому ложишься спать поставила телефон на зарядку и включила просто плейлист сандры байпайк и пускай он всю ночь проигрывает идешь купаться включила ролик юли калейдоскоп пряжи ушла купаться до девчонкам хоть какая-то помощь будет понятно что это не наличный и сейчас я очень не рекомендую вообще кому-либо переправлять с карты на карты потому что просто могут заблокировать до возникнут какие-то вопросы могут пришить хотя помощь врагу ли но все что у нас мир сходит с ума это просто отвратительно это все омерзительно но такая помощь я думаю будет очень полезно поэтому обязательно несмотря на свой настрой не на смотря на свои политические или какие-то там взгляды а просто с утра встала запускаешь youtube и пускаю тебя без звука да бы он может даже я не знаю в премиум версии есть такая функция ты просто отключаешь телефон и у тебя просто там сам ролик проигрывается просто нон-стопом смотри их ролики в давай девчонок поможем поможем как мы сможем потому что потому что им нужно им нужно просто сейчас помочь очень сильно все дальше будет уже обычный влог по вязанию и хорошо провести время привет меня зовут маша мой канал от скуки посвящена вязанию и все что с этим связано сегодня хочу показать первую готовую работу на этой неделе вчера ночью закончила джемпер сестры хотела уже отправить его в стирку но решила рассказать сначала что я сделала как я сделала потом уже отправить стирку пока у меня еще маркеры все на месте ну тело я уже все рассказывала про то что я перевязывал горловину да я тоже рассказала уже в прошлом влоге рукава я уменьшала каждые 10 рядов то есть но у меня вот я ориентировалась по платочной вязки у меня в продолжении тела до по рукавам я точно также сделала платочную вязку и вот через каждые пять вот этих вот платочных изнаночных сторон я делала убавку с двух сторон здесь пропустила молодец ну значит не после каждой здесь нету бабочки ну ладно что уж теперь сделаешь не перевязывать же все вот потом я провязала три ряда платочка и закрыла также игла назад через две петли у меня по этому закрытию есть это все в мастер-классе по носочкам если не забуду прикреплю ссылочку чтоб можно было пройти и вот здесь по центру я провязала изнаночные петли до чтобы у меня не сбивалась платочная вязка это выглядит просто как грубо говоря шовчик да не сильно она заметно не сильно бросается в глаза если было бы сбитый ряд платочной вязки это было бы более заметно так что вчера я закончила маркеры часе поснимаю кончики все попрячу и отправлю его стираться потому что магазин сижу вижу да которая находится на кропоткинской напротив храма христа спасителя завтра в час дня собирают вязальщиц если честно очень хочется чуть-чуть отвлечься от всех последних событий чуть-чуть просто проговорить про вязание про что-то доброе светлое хорошее и в общем поэтому хочу сходить и чтобы уже сразу отфотографировать хочу сейчас постирать надеюсь он до завтра высохнет сестре я уже видео снялась ей очень понравилась она в полном восторге особенно от цвета ну я конечно рада что она больше хвалит колористов лора пиано чем меня ну что уж тут сделаешь вот в пряже было также очень много соломы это у меня напоминаю лора пиано сейчас я посмотрю если я да не выкинула еще вот это у меня лора пиано так сколько здесь 70 процентов лен 30 процентов шелк 440 я покупала в олинде это шнурочек расход 345 грамм но опять же 345 это вместе со всеми вот этими длинными длинными нитками я ничего ничего не отрезают но если их отрежу будет нами 342 грамма не знаю вот еще у меня маленький кусочек остался пускай лежит на всякий случай я его не выбрасывать никуда не буду в конце концов у меня еще есть на бобинка розового может быть сделаю какие-то там фрагменты до пару полосочек пусть вот этого аметиста они очень хорошо между собой собираются сочетаются хотя не знаю почему называется аметист мне кажется это чистая лаванда пряжа тактильно мягкая приятно есть колючки попадались прям вот сейчас если найду не найду нужно все по выкидывал попадались прям кусочки такого достаточно плотного льна но если они попадались я их воровала они конечно не такие колючие как у пряжи с коноплей от ровы но тем не менее тоже достаточно такие жесткие попадались но ничего страшного я думаю со временем это туника джемпер я не знаю как это называется станет еще мягче и тактильнее еще приятнее причем ли он от тепла тела становится более пластичные до более в общем в лен нужно носить и любить тогда он полюбить тебя тоже здесь я уже говорила что я по спинке делала три разворота на укороченные ряды чтобы спинку чуть-чуть удлинить потому что не люблю когда провисают по бокам да и чтобы чуть-чуть это выровнять я так сделала немножечко закручивается но я сейчас постираю заблокирую и надеюсь все это станет на свое место конечно по хорошему надо было взять спицы потоньше но мне хотелось именно вот такой вот достаточно легкая струящееся полотно до которая бы играла на теле который бы не стоял каркаса поэтому вязала на спицах 375 и вот сейчас пока взвесила джемпер у меня есть табличка в excel я и уже куда год назад точно показывала до куда я вношу когда я начала работу когда я закончила какой у меня расход сколько получилось цена изделия да значит это у меня весит 345 грамм расход около 1200 метров я потом я внизу под кнопочка еще подпишу точные данные даст но я просто из таблички скопируем вставлю и средняя цена полторы тысячи рублей поэтому или вязать из какого-то полухлопка непонятно чего да но у меня просто вот эта тема полухлопков я извиняюсь пол говна не оставляет ну блин ну согласитесь но есть это есть же нормальные классные составы тем более можно даже не покупать итальянский шелкален можно купить просто лен можно купить хотя бы ладно стопроцентный хлопок ну блин ну я не понимаю любовь полухлопку это же не дышит тоже ходишь с элафани ну зачем на лето покупать вот это и я правда не понимаю и не надо мне писать в комментарии что это стирается это это носится и оставим эту тему потому что я категорически против синтетики я надеюсь что я все-таки когда-нибудь смогу собрать точнее как я собираю материал да по поводу я обещала полиамид и акрил отличие что для чего используется что почему добавляется какие свойства я обязательно сниму этот ролик и я надеюсь после этого все что касается полушерсть полухлопок полу г ты оставишь в магазинах скажет девчонки вам это нравится вы это заказали вяжите мне дайте пожалуйста вот то вот натуральное я обязательно доберусь до этого ролика и чтобы не просто сотрясать воздух по поводу того что не стоит из этого вязать а чтобы это было уже более аргументированно так что дело осталось за малым просто снять ролик точнее нужно сначала привести это все в систему до чтобы не просто так хаотично рассказывать а чтобы прям текстурированное было вот так же в прошлом свой влог я закончила вот этими носочками и также у меня носочки из аустерман степ с моей пяточкой да но это как бы моя пятка от скуки только я ее чуть-чуть усовершенствовала сделала более круглой да если кто-то помнит то у меня пяточка была более скушена это такая закругленная прям очень симпатично выглядит на мой взгляд и многие сказали что да я объяснила абсолютно непонятно я с этим не спорю я так на пальцах грубо говоря нарисовала поэтому я сегодня завтра хочу начать носочки из вот этой пряжицы это мне дарила саша с канала виза мани у нее свой магазин бобина итальянской пряжи она мне дарила в подарочек и ты видишь кто производитель вот я хочу попробовать может быть у сильвет есть что-то и прилично и зря я на них сотрясаю воздух ну что я могу сказать здесь написано что это меринос пока может быть это пропитка но это больше похоже на шерсть не особо чувствуется здесь мериносик но все равно пряжа очень мягкая тактильно очень классно если честно когда мне написали что надо написать ролик до записать именно с пяточкой у меня первая мысль была что нужно взять какую-то светлую классную пряжу чтобы было все видно да потому что у меня сейчас в работе покажу какие у меня носочки остались в работе о ее я все распустила нет не все в общем у меня вот такие из верблюда и они у меня вот ну как я думаю ты понимаешь почему на них я не хочу ничего показывать потому что просто будет ничего не видно также у меня носочки из моей крашеной реги оранжевой но она тоже красивая безумно но она слишком пятнистая боюсь на не будет не очень хорошо понятно все что я хочу показать да все развороты и красный это то что мне дарила маша но ты знаешь что красная камера не любит от слова совсем хотя вот эта пряжа безумно тактильно приятно очень очень классная я хотела конечно на ней показывать но я боюсь чтобы не очень хорошо видно и как видишь когда вот эти все четыре а нет у меня еще один в работе вот такой вот это у меня от хималай сок сок или как-то так но она тоже достаточно либо я боюсь на ней будет не очень сильно видно и также свет вазе и также у меня вот такая красота из плохо на ней вроде бы как можно было бы все показать но их я вижу сверху поэтому боюсь на них ну хотя кстати можно будет показать и на этих и как если бы сверху то же самое только если бы я вязала от манжета да возможно вот это будут вторые претенденты на этот ролик но как видишь по камере если снимать ролик то конечно на чем-то из этом плюс у меня сестра очень любит носки с ажурами она мне заказала носки с ажуром поэтому буду вязать из вот этой пряжи за одну и протестим сашину пряжу может быть зря я ругаюсь и львец что-то у них есть и хорошее так значит с носочками тоже разобрались да но мне кажется этот для камеры будет очень хорошо виден он читабельный он на нем видны будут все петельки да потому что он такой текстура очень симпатичный цвет мне нравится сестре даже тут тоже думаю понравится значит носками тоже мы все решили и что я хотела рассказать вчера я ночью пока заканчивала сестры джемпер мне просто не давал покоя лен я безумно хочу начать что-нибудь из льна у меня прям чешутся руки я прям мечтаю начать что-то из стопроцентного льна это у меня силуаз вот это 450 метров на 100 грамм а вот этот 600 метров на 100 грамм они оба безумно красивые я думаю что я ближайшие дни начну или из одного или второго даже не знаю с какого я очень хочу из этого потому что кто по ну кто на меня давно подписан потому что в прошлом году вязала и стона процентной конопли от пехорка примерно такого цвета футболку но она после носки очень очень сильно растянулась и я ее подарила маме но идея что я хочу в таком цвете что-то меня не оставляет также я уже очень очень давно хочу футболку именно вот такого не нежно-желтого цвета да не вырви глаз а это я бы назвала банановый смузи так что вот эти два товарища меня просто не покидают я безумно хочу что-то начать из льна единственное что меня останавливает это то что у меня сейчас в работе есть туника и стопроцентного льна и джемпер и стопроцентного бамбука думаю что надо бы наверно что-то из этого закончить но в сфере всех последних событий почему-то мне хочется все начинать потому что неизвестно как сложится жизнь да и может быть потом вообще не будет возможности начать и так поэтому я сегодня я уже записал свою табличку сегодняшней датой хочу начать вот этот джемпер но сегодня я думаю отвяжу только образцы постираю покажу я прикреплю где-нибудь здесь сбоку до фотографию джемпера который я хочу это джемпер связан методом helix я не буду покупать описание потому что в принципе мне там все понятно кроме одного у девушки там вообще нет ростка то есть я посмотрела несколько раз отвязок или у нее там японский узор что абсолютно не похоже то есть повин по фото его там нет то есть я так понимаю что у нее вообще нет ростка или она в общем я не знаю как она его вяжет но в любом случае я на импортных языках описание я на русских не понимаю а на импортном уж тем более поэтому я сегодня свяжу образцы сама методом научного тыка попробую что-то отвязать и если у меня все получится получится хороший джемпер да то тогда я смогу еще и с тобой поделиться а если я куплю описание и по описанию свяжу то тогда я естественно никому ничего не расскажу а так в принципе я как сейчас модно говорить вдохновилась но описание я покупать не буду потому что он в принципе идея helix она не новая но вот именно helix в джемпере мне понравилось у меня была одна пасмочка вот такого безумно красивого от вида это подарок от мур нитки он чуть-чуть врет цвет он на самом деле фиолетовый с салатовым очень красивый меланж я прям без ума от него это у меня будет основной цвет а вот эту пасмочку я купила когда последний раз ездила к людмиле в нет ярм это безумно красивая такая вот она какая-то серая переходящий в шафран потом в белый потом в бордовый потом бирюзовый потом опять белый шафран в общем мне кажется они вместе сочетаются просто великолепно так что хочу попробовать именно в этом сочетании не знаю посмотрим что получится пока не хочу загадывать это будет круглая кокетка скорее всего скорее всего я с ней помучаюсь немножечко но я спешить никуда не собираюсь я понимаю что я в этом году ее точно не довяжу но к следующей зиме почему бы и нет тем более я еще если честно скрестили пальчики оставила заявку на тестирование у катера димовой на ее водолазку с имитацией вточного рукава или что-то такое хочу к кати в тест потому что ну как бы я могу себе позволить закупить у нее мастер-класс но мне интересно именно в тестовой группе потому что мне кажется это когда ты наиболее близко общаешься с мастером да а мне катерина очень интересно как человек у нас не в принципе одинаковая философия в вязании да что мы хотим все вязать как можно проще как можно доступнее да у нас не в принципе сходится вкусы в пряжах ну примерно да она тоже вяжет и всяких интересных натуральных составов да по крайней мере учитывая что она живет в турции я почему-то у нее не вне помню ни одного изделия из лана gold все-таки она больше за качество изделий и что я заметила она тоже как и я до придумывать эти лайфхаки например там лампочки вставлять вместо блокаторов или там вот эти вот стоперы на шнурки чтобы блокировать спицы я не знаю кто у кого вдохновился но просто иногда я я ни за кем и связальщиц не смотрю вот прям подключилась и не пропускаю ни одного поста у меня если в ленте выпало в рекомендованных я посмотрела не выпало я не посмотрела даже часто бывает такое что мне что-то выпало в ленте это какой до вечером гляну забываю потом могу через три дня только посмотрите то чисто случайно могу вообще там через месяц такого а я что-то этот влог не видела да точно надо посмотреть поэтому сказать что и у она у меня точно никакие идеи не ворует я у нее тоже особо не нечего мне у нее стырить но вдохновляемся и придумываем примерно в одной стези поэтому я очень-очень надеюсь что меня возьмут в тест естественно если меня возьмут в тест то все что у меня сейчас в работе она уйдет на задний фон потому что у нее тест до 20 марта поэтому не знаю посмотрим очень хочу чтобы меня взяли у меня уже есть задумки если меня возьмут в тест скорее всего это будет мой ярко-зеленый лэмсву для водолазки но пока будем только надеяться пока мне никто ничего не писал никто ничего не спрашивал я ничего не обещала но очень очень хочу держим пальчики на этом мое подключение заканчивается наде ну завтра больше чем уверена что я не смогу подключиться может только если вечерочком или по дороге если позволит погода привет уже который день как купила этот журнал забываю показать это новый выпуск сабрина 3 2020 может он не новый я честно говоря не знаю я увидела его пока стояла на кассе в метро и пока ждала очередь решила купить принципе купила и за одной и единственная вещь но давай его пролистаем чуть-чуть вещь которая мне понравилась она в самом конце я тебе обязательно покажу здесь достаточно странные летние модели но как бы вот этот джемпер мог бы быть да если бы он бы был на много шире если бы он был примерно вот такой по ширине и тогда принципе даже такую ширину рукава можно было бы оставить а так он кажется каким-то очень непропорциональным но вот эти зигзаги типа под миссони я не понимаю если честно для меня это ну шарфик палантинчик как-то я их не очень понимаю вот здесь мне в принципе все понравилось ни к чему претензий нет но как всегда фотографирую так чтобы никто ничего не понял ни посадку ничего здесь мне понравилось что очень глубокий вырез до для такого летнего джемпера выглядит прикольно но здесь вот какая-то недоработанная деталь на мой взгляд и что-то какие-то проблемы с рукавами мне кажется если бы сделали просто вот такой объемный жилет было бы намного интереснее но не я дизайнер как мне сказала одна дама в комментариях вот когда тебя будут публиковать в журналах тогда и типа будешь критиковать но мне этого не надо поэтому я не не критикую а рассказу про свое мнение это тут ну не знаю принципе вот это выглядит неплохо но на хлопке достаточно трудно связать безрядности и у не к сожалению это тоже не получилось вот это как сандра байпайк вязала свою как у нее палантин платок до чешуя маны вот та же самая техника но если честно я бы наверно чокнулась вязать кардиган в такой технике причем я почитала до описание он тоже так же как у нее вяжется с отрывами мне понравилась сама идея вот этой кофточки ничего плохого не могу сказать такой симпатичный кардиганчик на лето и мне понравилось то что здесь вот с платочкой как-то она так интересно сделано тут джемпер такой не знаю по мне ажуры и секционка не самое лучшее сочетание поэтому я вот если было сделать просто например вот такого цвета хайки до однотоном было бы симпатичней этот джемперок мне понравился в принципе мне кажется такой вполне себе носибельный это перемудрили здесь тоже как там всего и много все лучшее сразу так ну принципе журнал неплохой до для вдохновения полистать можно мне вот это очень понравилось сочетание цветов ярко-фиолетовые хаки очень понравился вот этот кардиганчик причем я лет пять-шесть назад если я найду фотографию даже прикреплю вязала примерно такой же свитер у меня такого же примерно цвета тоже ромбиками и тоже из хлопка но кардиганчик мне кажется очень даже актуальный на сегодняшний день тут не ничего меня не зацепило не 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 вот это то что и мне прям понравилось сама задумка мне кажется это прям такое шанель вот кажется кто любит такой стиль до более или менее офисный то можно прям связать себе на лето единственная бы не стала вот эту вот фигню делать по рукавам до красоту наводить мне кажется просто так платочная вязка здесь чередуются розовый люрекс коричневый люрекс розовый люрекс и вот так вот и она выглядит прикольно как будто бы шанель но по крайней мере оригинально мне понравилось тоже свитерок такой достаточно легкий если бы связать на просто на прохладные вечера из какого-нибудь льна тоже имеет право быть но принципе я купила журнал только из-за этого кардиганчика хотела тебе его показать да и ну или так на всякий случай вдохновиться на лето вдруг какие-то идеи тебя зацепит ну это я даже комментировать не хочу здесь тоже такое себе ну не знаю в общем все это я так понимаю нас ждет следующем сезоне но в следующем сезоне из того что они предлагают мне вот понравился только вырез на вот этом лавандовом свитере в остальное что-то я как-то вот не очень поняла не очень оценила не уверена что куплю следующий журнал а так вот и прям прям понравился вот этот сама задумка шанель да очень интересно выглядит но не знаю по мне кажется достаточно просто оригинально тем более с не умеешь вязать как бы навыки еще просто практически нулевые то вот самая оптимальная платочка связать будет классно понравился кардиган и понравилось здесь сочетание цветов но выглядит принципе неплохо достаточно современно но опять же такую модель показать вот так вот просто сбоку плечом то есть я думаю там по посадке будут очень большие вопросики к сожалению но в принципе это и все да ну вот этот еще желтенький жалеть на жакете кольный этот джемпирог тоже неплохой так что принципе если журнал понравился зайди купил он стоит по 129 рублей или что-то вроде того я покупала в метро на кассе поэтому ну наверно в союз печати где-то есть по журнальчику все а также я грозила что я начну носки из вот этой пряжи и я их практически начала начала вязать мыски и этом будет однозначно ажуром причем по всему носку потому что рядность какая-то безбожная очень сухая пряжа то есть она вяжется вот так такое ощущение что это сухой бурет сухим хлопком еще это все припорошено сухой шерстью ну то есть она практически не тянется вяжется сложно не получая никакого не морального не эстетического удовольствия если честно и даже вообще хотелось забросить не хочет мне хотелось продолжать но я обещала снять ролик поэтому придется домучить их как я уже говорила говорила наверное у тебя в инстаграм да я не помню что я говорила на прошлый вам говорила что поеду сижу вижу в общем вчера я за встречу с девчонками и за дорогу вот так вот успела продвинуть свои носочки мне кстати очень нравится как ложится эта пасмочка но это пряжа давай то которую я сама окрасила оранжевая синим было пасма вот как она ложится мне нравится очень вот прям такая вот типа хеликса полосочки штришки мне кажется ложится классная решила вязать достаточно большой мужской размер наверное даже свежу 46 47 отдам племяннику потому что сестра говорит что он все время спит в моих носочках особенно сейчас когда холодно так что скорее всего ему свежу да на большую ласту вы вижу весь клубочек пускай ребеночек радуется и вчера я была в магазине сижу вяжу я когда только пришла увидела что еще взяли и не раскупили этот моток я на него зарилась еще перед новым годом когда мы туда ходили с подругой магазин сижу вижу и сама я заходила но как-то вот всегда на него смотрела и мне вот что-то всегда как-то то денег жалко то еще что-то и я знаю что не все любят такие пестрички как я да и я почему-то была уверена что он меня дождется но вчера когда я пришла и увидела что он есть я почему-то вот весь день отсидела и уже практически перед уходом я не сдержалась я его купила тут же вы выдернула ниточку из центра выдернула неудачно и приехала домой думаю ну чтоб ниточка не запуталась надо ее связать и вчера уже вечером вот так вот связала вяжется на одном дыхании особенно если сравнивать тактильно реги и малин white это небо и земля вот малин white намного намного мягче тактильно намного приятнее вяжется намного лучше вот я не знаю мне я вижу я вчера вязала и кайфовала то есть если вот эти я вязала только лишь потому что я собой больше ничего не брала и поэтому мне как бы надо было их вязать но и в любом случае я хочу довязать потому что мне расцветка нравится очень мне вообще не нравится качество но расцветка классная то эти я вязала и кайфовала и я вчера ночью не могла оторваться чтобы их перестать вязать это у меня будут ну наверное на размер 38 39 потому что я ну хочу навязать немного на подарки я кстати сейчас достала свою коробку чтобы убрать носочки не решила ее оставить покажу что мне за такая коробка про которую я уже третий раз говорю и ни разу не показывала когда я дальше мур нитка собирала подарок я на вал берез купила его такую коробку только с другими изображениями и отправила мне подарок но мне она очень понравилась она легко собирается и я ее купила у меня здесь хранятся готовые носочки но вот эти вот две пары это уже идут к сестре жить однозначно это племяннику я связала пару вот это в принципе сестра уже зарится но я не знаю будет ну я у нее перед отъездом хотя сейчас программ приезды отъезды конечно очень смешно разговаривать даже примерно не знаю когда я теперь смогу увидеть родителей струл или вообще кого-либо из родственников потому что как-то с транспортом плохо но у меня родители в ростове я думаю все слышали что наши ржд переполнены авиасообщение с ростовом все полностью отменено вообще с югом страны ехать туда на машине как-то одно если честно не очень хочется если вдруг что-то станет более или менее стабильная сестра сможет прилететь ко мне в москву и мы с ней на машине вместе поедем тогда да одной мне в ростов что-то на машине не очень хочется так а еще я вчера в сижу вижу купила вот такое сокровище но это у меня все в дело мне поступил заказ на носочки градиентом от зеленого к синему и сказали что не любят супер ош и мне не понравилась регия хотя но я не знаю мне вчера девочки в инстаграм кинули регию для окрашения она появилась на вал берез по 320 рублей это как бы очень дешевая цена до этого самая дешевая я находила по 360 на вал берез по 320 но я уже там нет в наличии я так могу сказать мне очень понравилась тактильно вот эта ниточка это с альпакой у нас сейчас тебе скажу с 1 garden а вот 40 альпака 40 меринос 20 нейлон она очень классная но она толстенькая на 135 метров всего он типа на спицы три с половиной но мне кажется для но я покупала такой изумрудную для перчаток который кстати так и не связала но эту я хочу попробовать покрасить если она не сваляется если она останется такой же вот прям классной то я буду еще покупать и да и красить тоже градиентом а на всякий случай если вот это у меня сваляется за счет того что здесь альпака я перещупала вчера все белые пряжи которые я видела я сижу вижу и мне больше всего понравилась грюндель потому что она достаточно нежная но в ней нету сопливости мериноса вот например малин вайт мире надо стопроцентно не стопроцентная на сочный меринос она вроде бы как мягенько приятно но вот ей трогаешь на сопливая но вот по-другому не знаю как назвать а например та же самая там была беленькая регия просто не не для окрашения я думала может не для окрашения просто белый реги купить принципе она такая же сухая никчемная как и для окрашения и кстати малин вайт просто белая не мирина а просто шерсть она почему-то была тоже достаточно сухая как бы в общем из всех белых пряж мне больше всего понравилась грюндель поэтому если вдруг она классно зайдет а я уверена что она хорошо покрасится я тогда напишу своей подруге кати ну как подруги да мы с ней очень хорошо задружились на одной волне это владелица магазина в у3 и тогда я просто ей попробую заказать если будет возможность чтобы она конкретно под меня привезла упаковку белого грюндель потому что ну пряжи достаточно дорогая и как бы покупать его розницу накладно выходит а плюс если я его покрашу меня ее просто банально не смогу продать поэтому посмотрим если мне катя сможет помочь я буду очень рада но я еще конечно очень делаю ставку на вот эту хостгар мне очень понравится не хостгар это у меня санды санды сгар я сделаю ставку на нее но я говорю еще раз что я боюсь из-за альпаки побоилась что альпака у меня просто сваляется потому что она этим грешит так дальше продолжим так все же помнят мою вот эту вот красоту красотищную которую я говорила что просто без ума от цвета но не захотела сюда еще добавить красочек это у меня клепан саули зачем я выдернула я не знаю но я говорила что у меня есть одна задумка и принципе я очень надеюсь что ближайшее время я за нее возьмусь потому что мне очень нравится вот это сочетание если сделать основу вот этой полынькой сделать какие-нибудь геометрические ромбы треугольники что-то вот такое графичное да никаких там цветочков ничего такого из вот этих трех цветов то будет мне кажется просто классно или вот как у насти из грузии такая с флажочками она вязала себе лапа пейсу вот что-то если вроде такого воплотить мне кажется будет очень классно по крайней мере сочетание мне очень нравится потому что вот эти два и вырви глаз и вот этих очень хорошо глушит даже если вот так вот мы разберем то сочетание прям бомбическое мне очень нравится или вот так даже наверно лучше будет в общем не сочетание очень нравится осталось только подобрать модельку и начать вязать как всегда все контактики все будет внизу также уже последние несколько дней смотрю девчонок с украины на ютюбе до пересматривая их ролики и в очередной раз у юли с канала вязание калейдоскоп вязание наткнулась на ее ролик по роду он догон и она все грелы все время говорить что ну точнее в этом ролике она горела что черная дунда га это редкость это практически не встретишь что ее кро красит раз в год и и тут когда я нашла но естественно и мне она очень понравилась она мне кажется сочетается очень хорошо со всеми цветами именно вот если пустить ее в жаккард куда-то чтобы для подчеркнуть как-то вот насыщенность цвета ли еще чем ну вот у меня тоже новиночка да и как она сразу как она выглядит ярко вот если я убираю черный она конечно яркая но достаточно спокойно а так она становится прям насыщенная как-то у нее сразу все цвета разгораются поэтому очень хотела найти именно черную она называлась и графит или антрацит что-то такое но в принципе я не знаю при таком освещении она выглядит как черная а при дневном свете сказали что она выглядит как горький шоколад не знаю мне она понравилась очень классно очень красиво это кстати все магазин сижу живи-твори и когда я уже рассказывал прошлый раз что у меня была неприятность с этой пряжей представляющий забыл как она называется лимба джоли лимба жу вот у меня был лимба жу ли лимба жу дунда га лимба жу да лимба жу вот то есть когда то что у меня была какая-то покоцанная пасма да что она была как поедена и мне за это сделали скидочку на весь заказ так что я вдвойне счастлива так что все что не делается все делается к лучшему может и не зря мне эта пасма была поедена и один раз только пробовала и у меня остались не самые лучшие воспоминания это кауни я свою первую пасму кауни покупал когда я была непосредственно непосредственно в эстонии там в каком-то магазинчике такой полуподвальный самом центре я купила я вообще не знала существование этой пряжи мне очень хотелось что-то такое диковинное я начала вязать и как-то вот на одном дыхании начала вязать но у меня не стало получаться то что я задумал и я вообще на нее просто вот забыла и забила и потом когда она стала уже такая более популярная везде появляться мне почему-то у кауни не очень нравится цвета вот сказать что я увидел какой-то цвет и меня прям он восхитил да вот такого на такой любви как с донога у меня с ней не случается а когда я в живитвори увидела вот эту пасмочку я такая думаю о что-то необычное не не так они вот это не стандартная кауни выглядит достаточно интересно здесь такая прям меланжевость очень даже классная я думаю ну надо дать ей второй шанс взяла всего одну пасмочку потому что здесь 800 метров на 100 грамм я сомневаюсь что я захочу из нее связать вот в таком виде изделия скорее всего я ее буду вязать с каким-нибудь махером возможно я возьму ли не черного махера до чтобы вот эти все полосы были очень классно подчеркнуты или например у меня есть бобина фиолетового камелота я уже показывал ее мне кажется тоже будет очень классно в общем или бирюзовые у меня в общем у меня махера есть хоть я их и не очень люблю но они у меня есть поэтому обязательно что-нибудь придумаем и последнее на сегодня это лен здесь маленькая бобиночка всего на 300 грамм но учитывая что здесь 900 метров на 100 грамм этого мне однозначно на что-то хватит это тоже лимограды очень красивый цвет такой джинсовый светлый джинс и прям вот хочется что-то с нее повязать я уже говорила что у меня началась болезнь с летними составами очень хочу повязать лето лен и все вот такое летние но тем не менее два дня назад я говорила что хочу начать с ветер который будет вот так вот лицо изнаночной гладью методом helix я посмотрела 255 отвязов по платному мастер-классу она хоть и на страну на иностранном языке да мне не понравилось как там делают росток там росток вывязывается по бороду ну то есть по мне это вообще ни о чем также я подписалась на эту девочку посмотрела на ее роли как она вяжет привязывает рукава и я поняла что даже азиатский росток она не делать хотя мне кажется здесь очень легко сделать азиатский росток и я скорее всего его тоже буду делать но меня эта идея не оставила я решила не тратить деньги на описание потому что ну понятно оно бесполезно на всех она некрасиво сидит нигде нет ростка везде собирается непонятная горловина вот это вот с недоростком но я решила делать по-своему и как я делаю сразу говорю вот это все пойдет в роспуск до вот этих резиночек до вот этой резиночки потому что у меня здесь поделено на 16 клиньев и я вот здесь самом начале вот от вот этой до вот этой резинки вообще на давай я покажу вот так потому что резиночки здесь и это у меня будет лицо то есть вот это у меня спинка я набрала по кругу потом укороченными рядами но с отрывом нити вот то есть это у меня все каждый раз я отрывала нить я провязывала ряд отрывала нить брала отступала на 3 петельки провязывала ряд 3 петельки лишние отрывала нить потом опять брала нить отступала на 3 петельки таким образом я вывязала росток чтобы было понимание вот это у меня росток по спинке и вот он по переду то есть вот вот это у меня получилась высота ростка с обрывом нити но мало того что я здесь по ростку делала прибавки практически в каждом но я поделила чтобы я не путалась да я вот вот этой фиолетовой ниточки делаю всегда прибавки вот в этой секционке я прибавки не делать поэтому чтобы не запутаться я вот фиолетовая дело в каждом ряду но когда я вышла на перед по переду у меня все села более или менее неплохо а вот по спинке у меня прям юбка собирается и в принципе если бы у меня не было вот этих вот отбитий да я бы сдвинула плечевые полосы ближе к центру у меня бы все выравнилась более или менее нормально но из-за вот этой отбивки вот видишь она прям даже видно как она собирается юбкой поэтому я сейчас распущу до вот этих пор я буду провязывать делая прибавки через ряд в принципе это будет по количеству прибавок как в классическом реглане и все должно сесть хорошо но я чего-то как-то разогналась и вчера померила думаю не какая-то ерунда и решила что пока на ночь я не хочу распускать да ну как бы не хотелось распустить чтобы показать тебе что я все-таки успела провязать да в чем была моя ошибка что я сделал не так и сейчас распущу но чтобы не пустовал не пустовал работа да я сделал кетлевку и его довязывая воротничок так что сейчас распущу и примусь заново мне очень нравится как получается мне очень нравится сочетание цветов очень хочу чтобы уже быстрее начался голубой не знаю почему то прям очень хочется но сейчас мне это напоминает маракуйя реальная расцветка маракуйя очень красивая главное чтобы у меня племяшка не съела потому что она очень любит маракуйя вот так она выглядит близи мне кажется прям супер да в общем распущу перевяжу и посмотрим что у меня получается или не получается но этот свитер я уже хочу давно и и хочется его связать до чтобы а поделиться как это сделать правильно они как по описанию потому что в описании какая-то полная ерунда вот и я не знаю может быть есть смысл распустить до самого начала чтобы сдвинуть чуть-чуть эти петли на центр точнее сюда или вообще их убрать но это мне тогда уже столько пряжи пойдет на выброс если честно ладно сейчас довяжу на прикидываю ворот еще раз на себя одену и посмотрю но у меня изначально перед намного шире потому что у меня не маленькая грудь да и мне но я всегда перед делал намного больше чем спинку принципе если я выравниваю вот эти пол линии по плечам четко да вот я например вот так вот взяла ровно как будто бы на рукава и выровняла по плечам то по переду по груди сидит классно но сзади вот эта юбка меня прям расстраивает так что буду скорее всего перевязывать все я показала не все что собиралась что планировала вроде бы все больше я ни за что не бралась новые у меня две пары носочков и новый свитер и в принципе все на этом я с тобой на этой неделе прощаюсь буду монтировать ролик и выпускать чтобы как можно больше людей увидели информацию про девчонок да что мы смотрим нон-стопом их ролики что мы их поддерживаем как можем и как бы не знаю мне кажется сейчас самое главное не переругаться все потому что все мои попытки были кому-то написать как-то утешить что-то объяснить заканчивали с тем что меня в чем-то обвиняли на меня выливали кушаки с неприятной субстанцией поэтому я стараюсь не лезть на рожон никому и подождать пока все немножечко успокоиться хотя бы чуть-чуть поэтому пока я буду тихо одерживать хоть какую-то помощь поддержку по мере того как я могу это сделать на этом я с тобой прощаюсь спасибо за просмотр и пока пока